Привет, друзья! В очередной раз добро пожаловать на мою кухню. Карантин у нас все еще продолжается, поэтому я знаю, что многие люди очень много готовят сейчас дома, и я, к своему удивлению, тоже из их числа. Я практически все свое свободное время готовлю. Так что сегодня я хотела бы, чтобы мы вместе с вами приготовили один очень популярный в России салат. Он называется винегрет. Готовить его очень просто, очень быстро, так что любой сможет это сделать, ну а результат очень вкусный. Так что давайте попробуем! Ну что, я уже приготовила, как всегда, все ингредиенты, разложила их вот перед собой, и сейчас скажу вам, что нам понадобится. Но большой плюс этого салата в том, что, в принципе, ингредиенты можно варьировать. Есть несколько основных ингредиентов, которые рекомендуется использовать, но кое-что можно заменить другими продуктами. Итак, основные наши ингредиенты. Это картошка и морковка. И их нужно отварить. Вот вы видите, у меня вареная картошка, и вот я ее порезала, вареная морковка. Я взяла 4 картофелины. Это называется картофелина, да, или картошка. И я взяла 2 морковки, такие, среднего размера. Можно взять больше морковки, можно взять меньше картошки, как вам нравится. Потом, для салата нам нужна свекла, и ее тоже нужно сварить, да, ее нужно отварить. Можно сказать сварить, можно сказать отварить. И так, и так правильно. Значит, картошку и морковку я варила в кастрюле минут 25-30, да. Очень легко проверить. Вы берете нож или вилку, тыкаете в морковку, тыкаете в картошку. Если мягкая, то готово. Свеклу я варила в машине, в своем instant pot, ну, минут 30, наверное, да. Можно сварить в кастрюле, как вам удобно. Потом нам понадобится лук, одна луковица, потом нам понадобятся соленые огурцы, да. Ну, в Америке, к моему удивлению, тоже можно купить соленые огурцы. Вот такая баночка. Нам нужно несколько штук, штук 5, наверное. Также я возьму зеленый горошек. Мне нравится, когда в этом салате есть зеленый горошек. Он у нас в банке, то есть он консервированный, да. Это консервированный зеленый горошек, но не во всех рецептах он есть. Так что можно использовать, можно не использовать. Потом, конечно же, соль и перец, и нам нужно будет растительное масло. Еще в этот салат можно положить то, что называется квашеная капуста. Не поверите, но эту квашеную капусту я сделала сама. Вот такая вот я молодец и хозяюшка. Но я ее добавлять не буду, потому что мне она не очень нравится по вкусу. Так что хозяюшка я пока что так себе. Первым делом нам нужно почистить картошку и почистить морковку, да. Она у нас вареная, так что просто мы снимаем кожуру, да. Вот эта вот штучка, которая на картошке называется кожура. Итак, пожалуйста, запомните, что мы чистим картошку, да. Вот то, что я сейчас делаю, конечно, я сейчас возьму нож и это буду делать нормально, но я чищу картошку. Фух, почистила. Честное слово, извините, задолбалась я. Вот есть такое хорошее русское слово, которое вы в учебниках не встретите. Задолбаться. Задолбаться означает, что вот прям вот устала я что-то делать. Не люблю я чистить вареные овощи, не знаю почему, но тем не менее у меня вот есть чищеная вареная картошка, вот чищеная вареная морковка, да. И вот я даже умудрилась, вот свеклу почистила и порезала, чтобы она быстрее остыла. Друзья, очень важный момент. Значит, все овощи должны быть остывшие, то есть вы их сварили и нельзя их сразу резать и кидать в салат, потому что иначе, я прочитала в интернете, а салат испортится, да. Так что все у меня остыло и вот теперь я это почистила и начинаю резать. Значит, фишка в том, прикол в том, чтобы все эти овощи порезать на примерно одинаковые кусочки. И тогда салат будет вкуснее. Значит, когда дело касается салата оливье, я думаю, вы знаете салат, там говорят, что все овощи нужно резать размером с горошину, но я предполагаю, что винегрет это не исключение. Так что мы сейчас будем резать эти овощи на такие небольшие кусочки, небольшие прямоугольники, квадратики, да, и постараюсь их сделать все одного размера. Если вы смотрели мое прошлое видео, вы помните, что у меня была проблема с ножом, у меня был тупой нож. Так вот, у меня новое приобретение, новая покупка, я купила себе хороший нож. Я немножко раскошелилась, да, то есть заплатила, ну для ножа, я считаю, довольно большую сумму, но тем не менее у меня теперь есть хороший, качественный шефский нож. Вот, так что начинаем резать. Так, начну я, наверное, с картошки. Картошка сварилась точно. Так, ну что, овощи у меня порезаны. Значит, вот такая у меня кастрюля, я туда положила картошку, положила морковку, положила свеклу, положила лук. Ну, как вот вы видите, все примерно такие квадратики порезаны, да, вот морковка. Теперь добавляем горошек. Я наконец-то купила нормальную банку, на которой есть такая вот штучка, которая, я надеюсь, сейчас поможет мне это дело открыть. Угу, горошек хороший. Тоже, знаете, я очень переживала, что не куплю нормальный горошек, потому что в России зеленый горошек очень популярная часть. Ну, хороший. Так вот, в России зеленый горошек очень популярная часть блюд, да. Так. Все, остановились. Значит, ну горошка, ну сколько? А что жалеть? Всю банку положу. А? Стоп. Воду надо вылить полностью. Все. Горошек я люблю зеленый, так что высыпаю полностью всю банку в свою кастрюльку. Окей, все. Выкидываем. Друзья, вот и все. Осталось заправить все это дело. Нет, не все, огурцы забыла. Так. Срочно режем огурцы. Подождите, еще не конец. Так. Берем огурцы. Штук, наверное, 5-6 таких соленых. Тоже меня удивило, что вкусные огурцы. Трудно найти в Нью-Йорке, да и вообще в Америке, нормальные соленые огурчики. Так. Ну режу тоже на квадратики. Так. Все. Порезала я огурцы. Добавляем. Друзья, ну вот так получилось. Смотрите, да. Горошек добавился. Добавился соленый огурчик. И все. Теперь можно это все поливать маслом растительным. Солить. И готово. Ну, растительное масло пахнет у меня вроде нормально. Так что добавлю я, ну сколько? Ну, пару ложек, наверное. Тоже, чтобы не сильно много. Так. Ну, главное не пересолить, да. Когда соли слишком много, то это называется пересолить. И вот это уже проблема. Лучше не досолить, да, и потом добавить соли, чем пересолить, и потом это будет невозможно есть. Ну, и теперь мы берем ложку и перемешиваем наш салат. Ну что, друзья, вот и все. Вот и готово. Хорошо только надо перемешать. Перец, наверное, можно черный добавить, да? Почему бы нет? Кажется, я все это перемешала. Значит, какие выводы я делаю? Первое. Лук надо резать мельче. Я прям смотрю, что у меня лук слишком крупно порезан. Так что, друзья, не повторяйте мою ошибку. Лук режьте поменьше. Можно добавить капусту, если хотите, да, но не обязательно. Кто-то даже грибы добавляет туда. Маринованные или свежие, я не знаю. Наверное, маринованные. Я не добавляю. Кто-то яйцо добавляет. В общем, все, что хотите, добавляйте. Зелень еще, конечно, можно добавить, да, там, петрушку или укроп. Но я почему-то их забыла купить, так что у меня их нету. Хватит уже его мешать. Хочу я уже пробовать салат. Вкусно. Просто. Надеюсь, что низкокалорийно. Так что я пошла ужинать. Кусочек хлеба к этому. Просто идеально. Идеальный ужин. Друзья, пожалуйста, попробуйте сами сделать этот салат. Потом мне напишите в комментариях, получилось или не получилось. Я пойду отмою руки от свеклы. И отмою свою кухню. Как всегда, у меня тут беспорядок после моей готовки. И пойду ужинать. Хотя, знаете что, уберусь, наверное, я позже. Очень хочется есть. Смотрите, вот у меня такой салат. Тарелочки. Ну, вкусно, реально вкусно. Так что, друзья, попробуйте. Если понравилось, дайте мне знать лайками и комментариями. И увидимся с вами в следующем видео. Все, спасибо большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok